В пике у Летим Тим, Никс Ассасин, Рубик и Баунти Хантер, у Найт Кодинг Клаб у нас Дарксир, Висадж и Леон. Так, ну если подумать, что тут у нас есть. Есть уже Хардлайнер, есть два саппорта у Летим Тим, у НСС есть Хардлайнер тоже два саппорта, либо есть Мидер. Ну посмотрим, то есть как они решат сделать расстановку лайнов. Вот, ну да ладно. Алхимик, также у нас в команде Летим Тим. Вот это, кстати, довольно интересно, Алхимик и Баунти Хантер, да, довольно стандартная связка, то есть больше денег, если вкратце. Она называется, потому что просто Алхимик за счет Гривиллс Грид выфармливает больше, Баунти Хантер за счет треков выфармливает больше, ну и Алхимик за счет треков Баунти Хантера, и вообще вся команда за счет треков Баунти Хантера выфармливает очень много. Так, ну да ладно, четвертый пик команды НСС сейчас заедет. Так, что еще я хотел отметить. Да, ремейка, естественно, не будет. Какой ремейк? О чем вы? Фейслес Воид отлетает в команде Найт Кодинг Лаб. Вот это, кстати, герой, который может тоже много сильно порешать, в том плане, что это очень сильный хардкерри, очень сильный лейт. Вообще диги просто, потому что, ну, есть Алхимик, но если Воид убивает Алхимика за купол, то все. То есть, как бы Алхимик мертвый. Что он уже сделает? Ничего не сделает. Так, началась, да, началась игра НСС против ЭТИМ ТИМ, правда без нас, ничего страшного. На то нам и дан тикет в ТОТО ТВ. Есть апдейт, ну все. Вроде точно все сделал. Банят цикл в Пейн и Рейзер. Возможно, это сейчас будет... Нет, ничего не будет. Тролль, возможно, кстати, в мид пойдет у команды Найт Кодинг Лаб. Очень такое частое явление, да, то есть Рейзер тролля в миде побеждает, поэтому Рейзера забанили, пикнут тролля, а у Лейтим Тим тоже нету мидера, им нужно пикнуть что-то, что может укатать тролля. Например, не знаю, Деваврер в бане, Рейзер в бане. Какой-нибудь пак. Ну, пак тоже галилей получает нормально. Ну, посмотрим. То есть, в принципе, вот такие вот баны Рейзера, это немного палево. То есть, либо ты хочешь Девавра, либо ты хочешь кого-нибудь тролля, таких вот рейдкликерных героев. Но, в принципе, то есть, тоже много вариантов есть, что-то как делать. Так, ну и ласт пики. Нужно... Ага, вот и шторм. Ну, давайте, тролля, тролля, пикайте тролля, пацаны. Или будет, если Леон, кстати, против шторма в миде будет стоять, это будет забавно, если просто Леон присосался, да, и все, и шторм без маны. Ну, то есть, это, конечно, вряд ли, потому что нужно максить мана Дрейн, я сильно сомневаюсь, что это будет. Ну, просто так, чисто предположить, да, то это будет очень даже забавно. Вот, ну и ласт пик от команды Nightcoding Club. Кто это будет, давайте посмотрим. Тролля берите, пацаны, ну не стесняйтесь, у вас же воет, у вас же Дарксервис и Шлион. Ну, Дарксервис и Шлион не Рейдкликеры, конечно. Хотя, Висэш, если будет быстрее бить, быстрее накапливается Ола Самшин, в принципе, да. А вот Войт под куполом, если тролль ему там нормально ультанет, то Войт убьет Алхимика за купол, я думаю. То есть, главное, это дизейблити. Вот в куполе, там купол чем хорош, тем, что, в принципе, то есть... А, ясно, Тимбер, ну ладно. Ну, пусть так. В общем, короче говоря, Тимбер в миде против Шторма это нормальная тема, но дело в том, что... Там и тот, и тот герой довольно манозависимы, и тот, и тот герой могут гангировать с появлением шестого уровня. Ну, сейчас посмотрим, значит, кто на таком играет, быстренько глянем. Найт Коддинг Клаб. Имба на Драксире. Джесс Джерик на Тимбере. Оуиол на Висаджа. Промо на Леоне. Кверо на Фейслесс Пойте. И команда Летим Тим. Милан, овкос, у нас на Шторме. Нова на Баунти Хантере. Энарк 1 у нас на Никсе. Карт на Рубике. И Лакинг Лау, судя по всему, так у них читается. Не знаю, если неправильно прочитал, извините. На Алхимике. Харткере. Команды Летим Тим. Ну и... Гуд лак, хэв фан. Здесь... Пятером в Смаке Летим Тим куда-то идут. На... Ну, в свой лес, как бы. То есть, и сейчас, возможно, они будут пытаться кого-то ловить. Вообще, я думаю, они идут вардить, по большому счёту, да? Да, так и есть. Никого они здесь не найдут. Драксир стоит возле своего Т2, то есть, он никуда не спешит. У него там рецепт, да, выход в Сауринг будет. В миде здесь у нас будет, скорее всего, Тимбер, да. Вот он тут чё-то. Почему он здесь, я не совсем понимаю. Вот, ну и трипла, Войт Леон и Виседж. Вполне, то есть, очевидно, я сейчас лейнапа у команд. Ещё иксплит надо чекнуть, всё ли у меня там нормально. А вроде всё, и так звучит Горн. И сейчас начнётся дота. Бигей Мизан расходится по лайнам. Летим Тим, не удалось никого найти в смоке. Никс, Рубик и Алкемист будут стоять на топе. Никс сторожит. Руну, Шторм в миде против Тимбера. То, что мы уже говорили. Ну и на низ идёт Баунти Хантер, он уже в инвизи. У него есть центр реки. Хочет он, видимо, разбанить спот по фасту, но мне кажется, у него вряд ли это получится. Ой, в смысле, не разбанить, наоборот, забанить. Простите, чё это я? Баунти Хантеру разбанивать спот. Это не слишком умно, на самом деле. Так, ну и Баунти поставил Сентряк. Ну, довольно очевидный, хотя, ну так, хорошо спрятанный, скажем так, Сентряк. Вот, ну и спот у команды НСС уже забанит. Тут у нас Тимбер уже, видимо, подпилил немного Шторм Спирита. Не качает он вообще Реактив Армор. То есть он ему как бы особо не нужен. Вот здесь у нас Баунти Хантер уже обходят со спины Виседж и Леон. Есть у них Сентри Варды. Баунти Хантера будут большие проблемы. Есть замедление. Бьют с руки. Пошёл Стан. Воид прыгает. Замедление, замедление, замедление. Выходит с рейндж Сентряка Баунти Хантер и, похоже, выживает. Пласочку он сейчас выпьет спокойненько. Так, что у нас тут в миде? Кстати, КС надо включить, посмотреть. Что? 6-3 у Алхимика. Неплохо он, если бы, идёт. 6-2 у Шторма. Тоже перекайсивает сильно Тимбер. А Тимбер одного крипа добил вообще-то. То есть как-то у него с Ласт Хитом не идёт. Сейчас он вообще почему-то куда-то идёт. А, он идёт Баунти Хантера допиливать. Но у Вижена-то у него нету. Вот в чём дело. И знает ли он, что здесь Баунти Хантеры? Откуда он может это знать? Неизвестно. Ну да ладно. Войт-3-2 тоже Крипстат стремится к нулю. У Ваеда. Так, как тут у нас у Никса? Опа, там поднимает Рубик. А, это Крипов. Он просто отбрасывает Крипов с Айншеллом. Типа Трайхард Доту, Бест Доту, да? Чтобы Алхимика не дамажила, мы будем отбрасывать с этих Крипов. Терекинезом тратить на это 120 маны. Мне неплохо. Но лучше так, да, чем никак. То есть это всё равно Рубик как бы из Скларити у него есть. А Айшелл довольно больно бьёт. А нет, пока что первый левел. Дарксир ещё, кстати, ни единички опыта не получил. Потому что отводы здесь делаются командой Летим Тим. И где-то никаких проблем. Баунти Хантер вообще загулял где-то. У него тоже первый уровень. Стоит в миде Сентряк от Летим Тим. Так, Алхимик опять проседает от Айншелла, видимо. Виседж пытается найти вард. Тыкает так, что... Блин, он, по-моему, сам Сеспот сейчас всё равно забанил. Ну, есть вижен на этот вард, да? Я правильно понимаю? Да, есть. Но нет. Виседж туда не пошёл, куда надо. Поэтому всё нормальненько. У Баунти Хантера здесь будет... Ух ты, а тут тем временем убили Дарксира, пока я смотрел на мид. И думал, что было бы неплохо уйти в офлайн с Тимми из-за вот этих сообщений. Оффлайн. Вот, теперь точно всё ок. А, Дарксир добегался. Без суржей сложно уйти от оппонентов. У него всё ещё первый уровень. То есть всё довольно-таки плохо. Шторм здесь фармит. В виде 16 на 3 очень уверенно фармит. Тимбер. Почему Тимбер? Я не знаю. Он что-то просто стоит в кустах. Чего он ждёт? Чего он боится? У него нет денег абсолютно. Тут летает курьер. А, это Боттл принёс. Ну ладно. Ладно. То есть почему-то не хочет Тимбер драться со Штормом. Хотя мог бы, потому что... Ну, то есть вы понимаете. Вот эта пилка сносит полстолба Шторму. Ну, я, конечно, утрирую. Не полстолба, но, вы понимаете, будет очень больно. Так, Рубик здесь уже просто с тремя ветками. Рубик выходит. Ой-ой, натягивает здесь на Вортекс Шторм Тимбера. Тимбер просто на Тимберчейне отлетает. Подпилил одного крипа вместо двух. Ну да, он, конечно, Боттлом сейчас отобьётся. У него всё будет нормально, но... Это такое дело. Так, что-то у нас Дарксир с Никсом встретились. У Дарксир, видите, какой левел. Никс, если бы сейчас подкопал, могли бы попытаться убить Дарксира, который Суржи прокликал. То есть если бы Алхимик растряс баночку. Но Алхимик не стал этого делать. Решили просто спокойненько поформить. То есть и нормально. Внизу у нас тут, как у Вайда дела, у Вайда 20 на 4 крипстат. Ну такой, скромный довольно крипстат, надо сказать. Но в целом есть у него почти Power Threads. Вот, ну и с Баунти Хантером, конечно, ему стоять не особо проблемно. Если тут ещё или он как бы его прикрывает. То есть, ну правда нет, дело в том, что сентри вардов. И здесь вот этот вард гениальный, который банит сам себе спот, это просто джинниус. Я не знаю, зачем так делать. Ну, опять же, ошибки все допускают иногда. Так, поднимают Тимбера Рубик. На Вортекс натягивает Шторм. Фейдболт пошёл. Подкапывает Никс, тоже зашёл в спину. Нужно дать Монобёрн. Нет, ну да, дал Монобёрн. Не знаю, долго ждал, но всё-таки. Забрали здесь Тимбера в миде. Счёт 2-0 в пользу. Летим, Тим. Войд покупает себе ПТ. Вот Дарксир что-то у него. Ну, Солринг набомжевал. О, вскоре пополам. Алхимик 5-го левела, видимо, хочет выйти в Мидас. Из вот этого, из этой перчаточки. Ой-ой-ой, как 2 шелла его чуть не сожгли. Ссоржанул здесь Дарксир крипа. И, ой-ой-ой-ой, как неприятно Алхимику. И ничего он не может с этим крипом сделать. Нужно переагрить. И хилок у него тоже никаких нет. Но саппорты здесь уже заходят убивать Дарксира. Телекинез. Так, сейчас будет МПЛ. Нет маны на МПЛ, да? Есть только на Монобёрн. Ну, 2 маны не хватало. Никто, чтобы застанеть. Ну, нет, так нет. Ничего страшного. Алхимик включил ультимейт. Регенится он довольно-таки... Медленно. Ну, если кушал Тангусик. Сейчас тогда побыстрее будет. У Вайда. Шестой скоро будет. Он сможет уже Баунти Хантер пораутюбить за купол. Потому что у Баунти Хантера 600 хп, на самом деле. Единственное, вот баши первого левела. Бэктрек вместо этого замаксил Войт. Вот, если бы были бы третьи баши, сейчас они третий Мэктрек, то тогда он бы мог убить Баунти Хантера за купол. Ну, тут как раз еще Висадж. И там у Соло сам что-то бы спустил, и все нормально было бы. Но, как знать, то есть, да? И посмотрите, как тут Висадж проседает очень сильно. А Сюрикен и... Отдается Визаж. Баунти Хантер правильный такой, знаете, чтобы убивать с самого начала. Он максит Тос. То есть у него на пятом уровне третий Тос, первый нить, первая джината. Это самая такая оптимальная раскачка. Я понимаю, что крипов добивать сложнее. Опа, тут у нас Драка вступает сюда Баунти Хантера. Алхимик спустил в Тимбера свою баночку. Забрали Тимбера, отлично. Баунти Хантер скоро получит уже шестой левел. Полетел Шторм. Будут сейчас цеплять здесь Дарксир. У Шторма не отманы на Вортекс. Дарксир под Карапасими застанился. Алхимик спустил в Тимбера свою баночку. Короче, убили Дарксир. У Шторма появляется Аркан Тапки. Да, вот Шторм с Арканами, это, конечно... То ли выход в Бладстоун, то ли просто Шторму очень плохо. Тут отвод делается. Вот, ну, в пятером, на самом деле, команда Летим Тим. Сейчас на топе собралось 3000 золота. У них уже преимущество. 3000 опыта, так довольно ровненько они идут. У Виседжа, Базилька... Ничего нового, то есть, не появляется. Ну, Войт апает седьмой уровень. В нём Морбит Маск есть. Походу, это тот самый. Тот самый легендарный Войт с Масков Мэднесс. Это просто беда-печаль. Так, ну да ладно. В принципе, то есть, Летим Тим, да, пока 5-0 ведёт. То есть, понятное дело, что у них всё гораздо лучше, но... Оп, так, тут Тимбер, что, фармит лес? У Войта дело в том, что... Есть Войт, вообще. То есть, Войт сам по себе, как герой. Это герой, который может выигрывать. Да, за купол всех убить, главное. Но если бы взяли не Тимбера, а Тролля, то было бы повеселее. Но решили этого не делать. Нет, так нет. Их решение, да, то есть, капитан команды, лучше ему виднее, да. Но Баунти Хантер скоро возьмёт седьмой левел через, там, пару пачек крипов. Уже у него будет четвёртый Тос, и с четвёртым Тосом он сможет уже очень-таки спокойно подрезать и Тимбера. Ну, Тимбера, как бы, понятно, сложнее немножко, но Виседж будет его, Леон будет его. У них по 500-600 хп. Убить их вообще очень легко. Вот сейчас уже Баунти Хантер вышел на охоту. Нужно подрезать Леона. Трек. Ещё раз Винвиз подрезать. Ага, Леон говорит, я не так просто, каким кажусь. Ещё один удар. Ещё нужен удар. Ага, и всё, это с руки. Просто пришёл Ликс, дал МПЛ, минус Леон. Ну, по Тауэр идти не стоит, потому что там можно купол вводить, поставить, и будет грустно. Баунти Хантер просто истерично смеётся. Дарксир уже идёт спасать положение. О, Алхимия-то, кстати, 8-й левел. У него Мидас Фейзэ неплохо, он уже себя чувствует. Начинает выфармливать идемы. Так, пошли купола от Вайда. Ой, какой баш пропёрся тут у Рубика. И минус Рубик. Но подкопали Вайда, натянули на Вортекс. Так, Ремнант пошёл. Карапаси, Соло Самшин в Баунти Хантер распускает Виседж, но успевает Баунти Хантер уйти с 17 хп в Инвиз. Ускоряет здесь Вайда. Вайда. Да, Вайд пытается как-то убить Баунти, найти его, но походу не получится. Баунти тут довольно-таки далеко отошёл уже. Так, Леон. Леона Хексет. Пошёл Грефчо от Визажа. И хороший МПЛ от Никса по двоим, но его здесь просто застопали в кустах. Он пытается жить, пытается кого-то убить, но нет. Вайд его не простил. И это минус. Минус. Шторм тут в миде фармит, у него арканки есть 760 монет, ещё и ванты есть, то есть апнутый стик, отлично себя чувствует. На топе тут появляется Инвиз, нужно было его забрать. Алхимик. 800 монет сверху нафармил, Тимбер тут тоже подфармливает, пытается хоть вынести себе какой-то тапа капнуть, да, а то, как-то знаете, ходить с неапнутым ботинком за мидера на 10-й минуте, это так себе. Дарксир. Ну, Дарксир тоже подфармливает мид, сейчас вообще команда занимается фармом, тут висаджи цепанули, есть монобёрн, поднимает его, рубик возвращает к себе. Так, Карапасий, ну это... Свои болта рубик убивает висаджи. Сейчас время респауна маленькое, то есть левел низкий в саппорте, то есть висадж посидел в таверне 10 секунд и, собственно, вернулся в игру. Совершенно без проблем. Ну, Шторм тут в Инвизе, да, нашёл он руну, и сейчас, наверное, надо ему кого-то найти, да. Простопал крипов, кстати. Ой, тут, по-моему, вышка видела его перемещение, поэтому сейчас Тимбер должен быть очень осторожен. Тут ещё Виндетти Никс нет, Тимбер абсолютно не смотрит на карту. Виндетта, С-Вортекс, Импейл, Телекинез, до свидания, Тимбер. Тут очень много в него влетело, Шторм полетел, но... Можешь не лететь, а вот Никс здесь суржирует Дарксир, постопал немного Шторм, но... То есть отошли здесь уже Дарксир и Леон, и совершенно спокойно себя в безопасности под Т2 чувствуют. Но дело в том, что тут ещё Т1 стоит, и почти не битый. Так, Баунти кого-то идёт искать, у него есть фейзы, но, боюсь, никого не найдёт. Здесь у нас втроём команды, саппорты, ну и Шторм, собственно, из команды Летим Тим, наверное, будут пушить. То есть, как бы, есть у них такая возможность, Баунти, если что, тут, как бы, задержат, скажем так, вражескую команду. Сентриков у них нет, у Баунти это, ну, прокликал наверняка, то есть видят. Седьмой левел, сейчас можно Леона убить. Просто подрезать, дать трек, тос, удар и убить. Влетает Шторм, это минус Баунти Хантер. Ну и, ой, простите, минус Леон. Натягивает на вортекс из Дарксира, пришёл Войт, поставил купол, включил Мом, но на него сбросили Дарксира, минус Дарксир. Дарксир перед смертью поставил стеночку, ой-ой, минус Войт. Но тут прилетел нормально, кстати, Тимбер, очень хитовый, вниз ушли Баунти Хантер и Никс, но Тимберу нечем их цеплять, Шторм, большая проблема, минус Шторм. Да, были бы ворды, но тут, кстати, и Никс каким-то образом, видимо, задел опилкой или Тимбер Чейном, поэтому он погиб, естественно. Так, у Рубена тут хватает уже на Аркана, ему нужно бы их купить. Алхимик там, пока ему дают, он спокойненько, во-первых, фармит, а во-вторых, он спушил Т1 на топе, то есть очень себя хорошо чувствует. Так, ТП есть от Дарксира, будет он, естественно, дефать, что это за рецепт? Рецепт Баклера, то есть Дарксир в Мекку выходит. Так, у Шторма, как тут дела? У него, ну да, так себе дела, то есть он умер, и денег у него не прибавилось от этого, естественно. Ну, а здесь, тем временем, почти Шадо Блэд Алхимика, то есть этот стак, он зафармит, ну не стак, а в смысле вообще Кэмп просто убьет, и у него будет, по сути, лотар, и он с лотаром уже сможет, ну, знаете, есть такие алхи... А, не сможет тут задаблить, у него тут стучка ведь мешает, вроде. А, нет, задаблил. Неплохо. Так вот, дело в том, что Алхимики с лотаром очень часто... Ой-ой-ой, этот Шторм куда-то влетел непонятно куда, Виседжа ударил, так, здесь просто очень прочный Виседж, но натягивает его на Вортекс, полетела пила от Тимбера, очень больно Виседжу, нормально так влетел Тимбер с своими пилками, но тоже его уничтожило. Баунти Хантера бьют Виседжа птички, минус Баунти Хантер, здесь догнали Леона, который пытался сбежать. Шторм. Ну, Шторм фармит, у него поинт бусер появляется, все-таки это выход от пластона, пытается он птичек этих добить, но боюсь, что... Не, ну да, птичек, в принципе, поймать будет довольно сложно здесь. Ай-яй-яй, одна птичка 30 хп. Да, не смогут. Все, 200 голды улетает от команды Летим-Тим. Улетает в кусты эти 200 голды, ну или на базу. Так, Никс у нас улетает, сразу ставится пауза. Так вот, об алхимике с лотаром. Очень часто покупаются шэдоу-блейды, и... Этот алхимик с шэдоу-блейдом очень часто вместо того, чтобы заниматься чем-то, он как бы... То есть, вы понимаете, просто стоит и дальше фармит. Вот в Курьере у него есть лотар, там прилетит, конечно, и... Нужно идти и помогать команде. А хотя у него... Ну, то есть, странно, да? То есть, он покупает лотар и... Скажем так, и максит Гривиллс Грид. Хотя, вот, Гривиллс Грид, это если ты собираешься фармить там полчаса, да, без остановок. А зачем тогда покупать лотар? Когда тебя гангают в инвиз уходить, так они все равно тебе сентрик поставят или даст. Ну, то есть, не слишком разумное решение одновременно и, как бы, выходить в фарм бесконечный и покупать шэдоу-блейд. Понятно, что он дает атакс-фит и дамаг, и все такое, но... Нет, мне кажется, это не тот артефакт. Мог бы выйти в Battle Fury, как любят делать китайские алхимики, мог бы выйти там, я не знаю, во что-нибудь, типа Мьелнер Кераса, там, Дизоль, что-то в таком духе. Ну, Мьелнер Дизоль, ты офигню сморозил, конечно, но вы поняли. То есть, суть в том, что алхимик должен собирать артефакты с умом, да, полезные. А шэдоу-блейд это артефакт для гангов, либо же для таких вот агрессивных, да, героев, от которых можно сбежать в лотаре, но... Ну, если, правда, тебя купили даст или сентри, то лотар здесь полезен только бустом к мувспиду, вот и все. То есть, это довольно прискорбно, но, тем не менее, как есть, так и есть. Алхимик у команды Летим Тим сейчас топовый по Нетворцу, как я понимаю, да, обгоняет он на 3000 своего ближайшего, скажем так, ближайшего к нему героя, это Шторм. Но, все-таки, это же алхимик, он с максимальной монеткой, он с Медасом, да, и он ушел в лес за своим лотаром. Так, у нас тут тем временем замес, купол стоит на Шторме, Шторм умирает, умирает Дарксир, это размен один в один. У Тимбера здесь большая проблема, Баунти Хантер хочет его убить. Трек, трек, где трек? Кулдаун трека, минус Тимбер без трека, убили его. Так, алхимик, алхимик накаляет баночку, заканчивается у него ультимейт, и походу алхимик спустит. Нет, сейчас спустит в Леона, минус полстолба Леону, ну и Баунти Хантер его сваншотит. Ну, там, да, еще удар нанес алхимик, и из Вендетты, ой-ой-ой, Аман это на МПЛ нету, Карапасик включает зачем-то Никс, минус Боид. Ну и Висыч тут просто ему нужно убегать, потому что его тоже забреют, если он не будет убегать. Ну, графики, конечно же, 12 тысяч уже в пользу команды Летим-Тим, ну и десяточка по опыту. 12 тысяч это золото было, я здесь забыл упомянуть. Ну, барманы и фейсы у Баунти Хантера, неплохо он себя вполне чувствует. Тут пилка Рубика, видимо, летает. Да, Рубик, когда ворует косты у Тимбера, это довольно забавно. А, ну Тимбер вполне неплохо так. Себя чувствует, купил Брейсер. Ой-ой-ой, а Курьера где-то убили, да лол. Где? А, здесь он что, Алхимику отдался? Да ладно, или с Виндеттой в Никс ударил? Может быть, Никс, кстати. Да. Ну и в миде Т1 падает в команда НСС. Тут, кажется, без вариантов дефать они его не собираются. Ну и забирают его почему-то крипы. Так, тут в Виндетте... Ой-ой-ой, Баунти Хантер, Баунти Хантер убьет Леона. Леон замахнулся откидываться станом, но... Его просто уничтожили. Ну, Баунти Хантер в инвизе, естественно, Тимбер ему ничего не сделает, потому что никто с собой почти не носит ни дастов, ни сентряков. Хотя уже понятно, что Баунти Хантер здесь вносит очень много на мага. Плюс есть тут еще Алхимик с Шадоублэйдом. Нужно, нужно покупать что-то палящее инвиз. Но вместо этого ребята, в принципе, нормально и без этого себя чувствуют. Вылетает Леон, ставится пауза. Опять что-то траблы какие-то с интернетом у ребят из обеих команд. То есть они постоянно то вылетают, то что-то там еще. Не знаю, это не очень хорошо, конечно. Да, ну да ладно. Это такое дело. То есть траблы бывают у всех, я думаю, сейчас ребята быстренько. Все пофиксит и реконектнется Леон. Хотя, может быть, это был рейдж квит. От промо, который имеет стату 0.5 на 16-й минуте. И в закупе у него аж целых три танга. Ну, то есть я понимаю, что там вам антихантерникс, да. То есть герои, которые убивают, гнобят. Но нет. Реконектится на характере Леон. Все красиво сделал. Все. Go. Отжимайте печены. У нас тут есть спектатор-чат, пацаны. Решают, нет? Да, 100 человек уже купил у себя. Даже больше 100 купил у билет. Так, как тут нас воет с масков Мэднес своей? Да, ПТ МОМ. Тот самый Паб Войт. Ненавидимый многими, очень многими. Не знаю, вот что, МОМ. Ну, есть атак спид на 83 дамага. Ты хоть ПТ на ловкость переключи. Войет, ё-моё. Баунти Хантер не стесняется. Подошёл под вышку, сейчас умрёт. Странный Баунти Хантер. Зачем было это делать, я не понимаю. То есть Войт бы, если бы даже он сейчас вышел, Войт бы просто поставил купол и убил бы Баунти Хантера в любом случае. То есть сильно... Ой-ой-ой-ой, так, сейчас будут купола, но нет, не успевает раскастоваться Войт. Здесь Шторм просто летает, натягивает всех, кто увидит. Полетела пилка от Тимбера. Проблема у нас огромная. Алхимик, это минус Алхимик. Войт пилит Никса, ударил по Карапасям, застанился. Уже с блинком Рубик вылетает просто с Чакрамом. Минус Войт, минус Леон. И это просто Рубик зарешал этот замес. Сколько же он тут вынёс дамаги Тимберчейнам. Ой, простите, Чакрамом-то. Ну и Дарксир без маны, без ХП. Приходится просто уходить. Ну вот, а Алхимик байбэкнулся. У него ещё денег нормально есть. То есть он не особо напряг с этим байбэком. Да. А Алхимик тут, конечно, прям дикий по Нетворсу. Хотя он тратит деньги на байбэке. Но байбэк же стоит всего 600 монет. То есть я бы тоже байбэкнулся на его месте. У Виседжа появляется ПТ. На интеллект он его переключает. Ну да, дамажить, дамажить надо. Правильно. Ну и вот, сейчас думаю... А, ну на Рошана пошли. Летим-Тим вполне. То есть... Правильно сделали. Тут есть уже Бладстоун у Шторма. Теперь у него будет приличный регент. Теперь нужно ему ещё Арчит в Тарец. И какой-нибудь... И... И всё. И Шторм неубиваемый. Ой, это я как-то много артефактов назвал. Ну вы поняли. Нужно. Это дело никому не помешает. Алхимик решил, походу, Владмирс. А, это Никса Владмирс. Ага. Ну хорошо, да. То есть, сам Никс милишник. Это и Аджор Баунти Хантеру. И плюс Аура на дамаг. И Никсу полезный. И, собственно, Алхимику. Тут слоншотил птичку Баунти. Ну пришли сюда уже Виседж и Тимберс. Сейчас Шторм должен убивать здесь Виседжа. Странный, кстати, реминант. А, нет, нормальный. Минус Виседжа. И, собственно, полетел дальше Штормила. Кого-то цеплять. Ой-ой-ой, Тимбер. Тут как больно было. Минус Тимбер. И убегает Дарксир. Убежит ли, вот к чему вопрос. Там уже Оуныч просто. Надо следить, чтобы в лобби без нас не создали, как это они любят делать. Ну, Леон, тебе нужен ботинок, чувак. Серьезно. 290 мухспида на 19-й минуте, это так себе. Ну и Рошан. Что тут? Рошан уже никак отсюда живым не уйдет. Сейчас выбьют из него Аэгис. То есть тут Рубик не пошел. Рубику там нечего делать. И минус Рошан. Рошанчик падает. И Аэгис собирает алхимик. Ему осталось буквально 500 монеток до БКБ. Вот сейчас 250. Ну и это просто очень выформленный будет алхимик. Потому что, ну чем его остановить? Я пока не вижу чем. То есть там есть Войт, я понимаю, но у Войда ничего нет. Ой, тут проблема у Дарксира. Его просто порешали всем, что есть. Тут еще и в Карапасе стоит Стань и Тимбер. Натянула его на Вортекс Шторм. Минус Тимбер. Да, Тимбер тут тоже себя не реализовал. Он только отдает косты Рубику. В общем, ничего не делает. Так, ну и проблемы здесь большие будут у Висаджа. Апилит в Алхимик это минус Висадж. Ну и Леон тоже, походу, огребает. Ой-ой-ой, Промо, живи. Ага. Не поживешь тут особо. Ну и Алхимик сам себя взрывает. Но это уже ничего страшного. У него ультимейт еще половина будет работать. Поэтому он спокойненько вырегенится. Без каких-либо проблем. У Рубика Дайгеры, Арканки. И еще две тысячи голды. Это просто очень жестко. Ну вот здесь пытаются его убить. Есть стан, есть еще стан. Шторм приходит. Ремнант. Ну и просто стилит Сюрикеном Баунти Хантер. Ну как, не стилит? Добивает, добивает. У него есть уже Арчит. Готовый падает. Ставит стенку Дарксир. Ну а стянуть? А, вакуума нет. А зачем ты стенку тогда ставил? Ну ладно, это Дарксир. Что-то свое придумал. Вот БКБ у Алхимика есть. Не знаю, это такой... Просто это грязная Дота. Покупать БКБ в такой игре. Когда вы всех выносите как можете. Но Алхимик Трайхард Доту. Без Доту. У него будет БКБ. Он будет всех уничтожать. 25 тысяч преимущества по золоту. 20 по опыту. Это тут уже вряд ли есть какие-то шансы у команды НСС. Ну и Баунти Хантер еще Дарксира убьет. Не, не убьет. А вот Баунти Хантер еще поплатится за свою наглость. Есть на нем Даст. Ты должен чакрамом подпиливать. Давай, Баунти Хантер. А, у него кулдаун. Крипы просто Баунти Хантера хитерят. Тимбер Чейн. Ну тут Тимбер, конечно, странные зигзаги нарезает. Опа. Тут уже Никс на подкрепление пришел. А Баунти, смотрите, как нагло пошел крипов фармить. Ему типа пофиг. Никс здесь. Здесь Баунти байтуют. Ну, то есть... Тут очевидно, что рядом Никс. Потому что как бы Аула Раб Владмирса. Типа, да? Палево, да? То есть от Жорта в Баунти есть откуда-то. Но Войд говорит, пойду убью. Получает удар из Вендетты. Получает Импейл. Приходит Алхимик. Убивает Вайда. А, ну и Баунти стилит опять же. Ну и тут Тимбера тоже вряд ли отпустят. Хотя он попытался улететь. Шторму. Шторму маны мало. Шторму. Нужно было бы побольше маны, чтобы лететь дальше. Но... Так вот, он рассчитывал, что туда летит. Так, ну и сейчас, походу, будут Т2. Нанизу. Ой, простите. На топе. Ломать. Летим-Тим. И Алхимик, естественно, ластхитит эту вышечку. Так, Шторм влетает. Цепляет Дарксира. Влетает в него баночка. Влетает Цепляет, но он не взяет Мекку и, походу, выживает. Вот. Алхимик. Ой, как-то загулял Алхимик, но... У него есть Аегис, как раз на такой случай, который срабатывает и... Просто хейтерят всей командой птичек Виседжа Летим-Тим. Ну, оно того стоит. 100 голды, как бы, это... Два крипа или, там, два с половинкой. То есть, это не лишний будет. Залететь и подхейтерить. Убить птичку. То есть, почему и нет. Тем более, у Виседжа кулдаун. Он миллиардов новых он вызвать не может. Вот опять, ситуация такая, что пикнули героев НСС, а играть ими не могут. То есть, Виседж, например, особо ничего птичками не делает. Вообще, ну, в целом. Он замаксил замедление, но не замаксил Соло Самшин. Интересное решение очень. Дарксира там уже поймали где-то на низу, пока я вам рассказываю свои кулстори. Странно, Леон, как бы, пятого левела, то есть, до сих пор ботинок у него, конечно, появился. 0-7 счет. У Леона все грустно. Это, например, я по той же причине не люблю Леона, то, что он ватный. Его легко убить, да, и вот сейчас Леон показывает нам в полной мере. На 23 минуте он ходит с ботинком и счетом 0-7 без шестого левела. То есть, у него даже пальчиком разрядиться не в кого, к сожалению. Потому что этого пальчика просто нет, скажем так. Ну, виседж с ПТ, понятно, у виседж дела получше, но, тем не менее, это очень грустно. Ну, а у команды Летим Тим и варды по всей карте натыканы в самых таких интересных местах и так далее. Ну, вот, купился Огриклаб, естественно, будет он пытаться, наверное, БКБ собрать, но как-то хз, посмотрим. Так, Алхимик тут с Гиперстоуном под ультимейтом. Это 16 левел, но он почему-то не выучил третью ульту, а пора будет. Так, уже тут Никс блинкуется, будет цеплять. Просто минус 2 делает команда Летим Тим. Нет, Тимбер живет, летает от него банка, а Тимбер не живет. Ну, и пытается ТП-Аус сделать виседж, но у него ничего не получается. Загоняет просто на свою базу оппонентов Летим Тим. Ну, и просто Шторм Зря, конечно, сюда пошел. Нужно ему отсюда валить. Форстаф, это его Рубик. Так, Никсу бы, конечно, прокликать стики, чтобы хватило на блинки под коп, но пока что не хватает. Шторм влетает, на Вортекс натягивает Дарксира. Летает туда пилка от Рубика, стан от Алхимика, это минус Дарксир. Монстр килл Оуныч, просто уже как хотят, развлекаются на вражеской базе. Игроки команды Летим Тим, ну, Шторм тут просто уже летают и фармят птичек. Виседж, а вот опять же, виседж, который фидит птичками, это очень, ну, плохо, то есть, да? Потому что каждая птичка приносит команде врага, точнее, одному игру. О-о-о, купола от Войда неплохие, но дает себя дизеблять, Алхимик сейчас в него разрядится. И это минус Войт. Тридцать. Две тысячи золота и тридцать тысяч опыта. ГГВП пишет, капитан команды НЦС. Ой, тут уже догоны у пацанов появляются, они понимают, что уже нет смысла собирать что-то полезное. Догон ГГВП. Ну и падает. Дрон. О-о-о, команды. НЦС просто изи гейм, можно сказать, для команды. Ну, давайте зайдем в следующее лобби. Тут уже без перерыва, да? Не понимаю, что за фигня почему-то, и то ли я раскладку не правил. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.